В администрации провели еженедельное оперативное совещание. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. Совещание началось с минуты молчания в память о погибших в Крокус-Сити-Холле. Об оперативной обстановке в округе доложил Евгений Романцев. За отчётный период в Люберецкую полицию поступило 2200 обращений. Возбуждено 31 уголовное дело, 22 раскрыто по горячим следам. Произошло 215 ДТП с двумя пострадавшими. Отдельное внимание телефонному мошенничеству. Люди начинают звонить, какие-то смс получают. После этого с ваших счетов снимаются деньги, на вас берутся кредиты. Ещё раз вас спрошу, если кто-то вам позвонит или кто-то скажет, что у вас там заблокированы счета, какие-то госуслуги заблокированы, позвоните в правоохранительные органы, мы покажем вам помощь. С приходом весны дворовые территории, детские спортивные площадки приводят в надлежащий вид. Коммунальщики очищают внутриквартальные проезды, тротуары и пешеходные переходы от оставшегося снега и наледи. Убирают мусор. Всем управляющим компаниям дано поручение ежедневно обходить территорию и тот крупный мусор, который уже вышел из-под снега, который можно собрать, незамедлительно собирать. Ещё одной проблемой сегодняшнего дня является определённого рода подтопление там, где в городе отсутствуют ливневые канализации. Благодаря усилиям управляющих компаний и Люберецкого водоканала на ежедневной основе ведётся работа по ликвидации подтоплений. Продолжается ямочный ремонт дорог. С начала года в округе залатали почти три тысячи выбоин. Благодаря современной дорожной технике на устранение одной ямы площадью до трёх квадратных метров уходит не более пяти минут. На текущей неделе подрядными организациями запланирован ямочный ремонт автомобильных дорог муниципального регионального значения по адресам Попова, улица 8 Марта, Третье почтовое отделение, Первый Лермонтовский проезд, улица Южная, улица Московская, Волковская, Латкаринское шоссе. На совещании обсудили содержание контейнерных площадок и вывоз мусора, ликвидацию вандальных надписей на фасадах домов, уборку смёта вдоль проезжей части. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.